Поздравляем Сегодня каждый отмечает привет! Взрослые люди, тут чисто символически каждый, кто смог, поэтому решили вам подарить ободряющий стишок. Сегодня у тебя открылся дом. Ветька Вен все это время жил недаром. Подарки дорогие дарят все. А стих с душой, мгимо, пара-папара. Так, Абрамов. Ладно, дипломаты, собрали! Дорогие друзья, сегодня день открытия Дома Международного Союза КВН. А мы команда из Международного ВУЗа. Поэтому совершенно естественно, что мы решили начать свое выступление с иностранного языка. Итак, очень часто люди, устраиваясь на работу, врут о своих способностях. Но потом им может это аукнуться. Здравствуйте, Вадим Игоревич, вызывали меня. Здравствуйте, Иван. У вас в резюме написано, что вы свободно владеете английским. Это так? Come on, Barbie, let's go party. А? Отлично. У вас есть возможность это показать, потому что наш переводчик заболел. Сейчас? Сейчас, да. Здравствуйте, Джон. Hello, Jack. Скажите, сколько долгосрочных контрактов вы готовы заключить с нашей компанией? С нашей компанией. Именно долгосрочных? Да. Не желтых, yellow. How many contracts can you... Потому что модальный глагол. Can you, Britain, Britain, with our company, E.A. Sports and a game? Так, почему он молчит? Походу, дело, развод какой-то... Да какой развод? Скажите ему, что мы готовы пойти на любые уступки. Можно пару слов в словаре? Посмотрите. Только донесите до него, что мы готовы пойти на любые уступки. Уи. Так. С таким английским вы закончили мгимо? У вас написано английский, испанский, итальянский... О, спэниш! I can't speak Spanish. Чё вы раньше молчали? Сеньор, уэсэконтурто, уэсторфанто. Отлично. Пофортофанто, фэричано. Молодец. Мэсэрикондо, фэндонки... Папар Американо, папар Американо. Так, пошёл отсюда, придурок. В своё время Владимир Владимирович Путин тестировал новую Лада Гранта, которая завелась только с пятого раза. Итак, представьте, Владимир Путин и конструктор роковой Лады. Ну что, начнём? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-давайте. Скажите, а какой у неё расход топлива на 100 километров? Насколько? Понятно. Тут хотя бы кондиционер есть? Логично. Не поясничайте. Неплохая машинка. Вот наш завод. Ну что ж, дорогие друзья, в своё время Филипп Киркоров на одном из своих концертов объявил о рождении дочери Аллы Виктории. Не прошло и девяти месяцев, как на другом концерте, Филипп уже объявил о рождении сына Мартина Кристо. Ну, Филипп, согласитесь, артист популярный, да? Концертов у него ещё будет очень много, Поэтому заглянем в недалёк, поэтому заглянем в недалёкое будущее. Почему всё не как у людей, как сперва получить развод, а потом нарожать детей? Да и что это за имена, чья больная фантазия? Сыну имя дать Мартин Кристо. Классные имена, надо мной вообще ржёт весь мир. Что ж так, папа, не любишь меня? Не плачь, Тимоти, Ситомир. Как у папы концертный чёс, так в Москве мы одни сидим. А в Болгарии дед ведрос, а у бабушки брат Максим. Без отца начинаем скучать, хорошо есть магнитопон. Чтобы папин совет узнать, мы включаем последний альбом. Пап, я в школу пошёл! Иди! Пап, а как маму зовут? Забудь! Пап, может, ты нас всех обратно отдашь? Никого уже не вернуть. Всем артистам Филипп подсказал гуманнейшую из идей. Записывайте. Прежде чем выпускать свой альбом, нужно выпустить пару детей. Команда Парапапаром специально для Дома КВН. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...